Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю очень вкусный пирог с творогом и вишней. Приступаем! Итак, сначала смешаю сухие ингредиенты. В муку я добавляю разрыхлитель, щепотку соли и какао. Размешаю. Тесто можно замесить руками, все перетерев, но я буду делать при помощи моего помощника кухонного комбайна. Отправляю в него сухие ингредиенты и добавляю охлажденное сливочное масло и превращаю все в крошку. Теперь сюда засыпаю сахар и добавляю яйцо и пока что добавлю 2 столовые ложки ледяной воды. Пересыпаю все в миску и вот руками уже все собирается в шарик, значит воды больше добавлять не нужно. Отделяю примерно одну треть теста, кладу в пакет и убираю в морозильную камеру. А вторую часть теста я сразу разложу в форму, в которой буду выпекать пирог, но форму я застелила пергаментной бумагой. Вот таким вот образом я уложила тесто и теперь форму отправляю в холодильник. Для начинки к творогу я добавляю яйца, сахар вместе с ванилином и крахмал, превращаю все в однородную массу и вот такая вот нежная однородная масса получается. Когда маленький кусочек теста у вас охладился настолько, что его удобно натирать на терке, значит продолжаем готовить пирог. На нижний корж я выкладываю начинку, распределяю ее и сверху раскладываю ягоды. У меня это вишня в собственном соку, но можно использовать любые ягоды, свежие или замороженные. Единственное, если вы используете замороженные ягоды, тогда смешайте их с одной столовой ложкой крахмала и не размораживая, распределяйте по поверхности. Ягоды немного утапливаю в пороге и сверху натираю замороженное тесто. И теперь пирог отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Пирог готов, выпекался он у меня 45 минут и теперь я ему даю полностью остыть. Пирог получается настолько вкусным и нежным, что вполне может даже заменить торт. Очень советую вам этот рецепт и приятного всем аппетита!